Всем привет! Это канал Queen Surprise. Сегодня у нас пятничный микс сюрпризов. I love you, pets, кошки, шопкинс, амонгус, юникорн, свит, человек-паук и многое другое. С нами будет интересно! А чтобы не пропустить новые видео на канале, скорее подписывайся и жми на колокольчик. Кто любит разные сюрпризы, ставь лайк и поехали! И откроем первый сюрприз, LOL Surprise. Шесть сюрпризов здесь обещают пакетик в виде глянтика. Ого! Сколько тут пакетиков! Давайте посчитаем. Один, два, три, четыре... Нет, тут еще два. Или нет? А, нет, условно. Нет, два, четыре, пять и шесть. Все верно, не обманули. Шесть сюрпризов. Вкладыш сейчас посмотрим. И вот, что здесь может попасться. Наборчики целые. Но самый главный сюрприз, наверное, это браслетик. И вот еще с обратной стороны. Большая коллекция. Десять наборов всего. Ну, посмотрим, что нам попалось из десяти. Первый пакетик, что там? Ну, попался вот такой вот шармик с бутылочкой. А с обратной стороны надпись MGA. Доказательство того, что это оригинал. Так, давай, дочь, помогай. Дальше открываем. О, еще один шармик нам попался, только с куколкой. Вот с такой оранжевенькой. Так, у тебя там чего? Ой, Даша попалась. Вот такая вот с гульками куколка. Сами шармики, они такие резиновые. Не пластмассовые. Дальше открываем. Еще-то какой-то пустой, что ли? А, вот он. Вот такая вот розовая бутылочка попалась. Так, у Даши попалась карточка. Вот какая яркая, голографическая. С теми куколками, которые у нас на шармиках нарисованы. Ну, в принципе, можно уже посмотреть, какой наборчик нам попался. Вот этот нам, получается, попался. И браслетик. Ну-ка, сейчас достанем браслетик. Ой, какая красота! Да гусины перламутровые. Да что ж ты будешь делать? Вот такая резиночка. Сейчас мы все прицепим, украсим. Повесили мы шармики. Вот так это выглядит. Давай ручку. Вот так вот на ручке смотрится. Мне нравится. За 170 рублей прям классный такой яркий браслет. Не прочитала, как девчонок зовут Джиттербек и Титчерс Пэт. Учительница животная. Интересная, конечно. Почему животное? Ну, учительница, да, она похожа. Следующий сюрприз. Откроем киндер Джои Фанка. И доп нам попался. Сейчас посмотрим, есть у нас такой. По-моему, новый, да, Даша? У нас такого нету. Да, нет такого. Вот вся коллекция музыкантов. Получился вот такой вот брелочек. Кстати, мне он прям даже нравится почему-то, наверное, потому что яркий. Карабинчик в виде звездочки. Тут тоже прям напрашивается какая-нибудь наклейка. Следующий сюрприз откроем. Юникорн Свит. Сладкий единорог. Здесь обещают постер, наклейки, книжку-раскраску и волшебный какой-то сюрприз. Посмотрим, что там за сюрприз. Открывается. Бумажку тут заклеили. Ну и, конечно, и порвать. И тут пазл. Магнитик. Такая вот единорожка. Нотки вокруг. На шее у нее и нотки висят. Видимо, он уже как-то классно слушает. Дальше достаем. Вот, еще один магнитик. Уже другая тут. В пончике. И в лапке пончик держит. В капусте точнее. Тоже на радуге сидит. Такие тут наклейки красочные. Неплохой, кстати, наборчик. Цена у него... Прям даже не вспомню сейчас. Около, наверное, 140 рублей. И дорогой, в общем. Так, все, больше ничего нету. Так, осталась у нас волшебная книжка. Раскраска. Ух ты, тут даже примеры. Задания, в общем. Лабиринт. По точкам дорисовать рисунок. Здорово, что тут задание прям. Не просто раскраска. И постер. Вот такой вот яркий постер. Кадр даже не помещается. Следующий откроем. Пластиковое сердечко с ламами. Ламур. Подарок внутри. Со вкусом баблгам карамель. Ну, посмотрим. Что там за подарок? Там браслет какой-нибудь. Ух ты. Что-то там разлетелось. Конфетки. Вот такие три конфетки. Смотрим. Ой, тут брелочки. Здорово. Такие они объемные. 2D, но должны быть неплохие. Найди 5 отличий занять. Задание, занятие. Ой, вот такая вот нам ламма попалась. Вязанный ковер на нее положили. У меня бабушка такие коврики вязала. Сзади она не раскрашена. Кровинчик пластиковый. И наклеечки. И наклеечки. Ценник такого сюрприза 100 рублей. Следующий откроем пакетик Shopkins. Не минутки без веселой покупки. Мини-упаковки. Тут какие-то должны попадаться. Не разу такие тоже не открывали еще. Куладыш. Есть. Наверное, как всегда, трехлитровый. О, я угадала. Как всегда, есть Shopkins. Здесь обычные, редкие, суперредкие. Особы. Выпуск ограниченный. И мини-упаковки. И еще у них разные покрытия. Бывают пятнистые, перламутровые. И блестящие. Ничего себе. Раздел фрукты, овощи, еда на вынос, замороженные продукты. О, огромный раздел выпечка. Ограниченный выпуск такой вот маленький. Ой, я будто это колечко хотела. Класс, с бриллионтиком. На обратной стороне сладости раздел. Молочные продукты, бытовая техника, бакалея, мода, здоровье и красота, средства для уборки. Смотрим, кто нам попался. Так, что это? Банка с кукурузой консервированная что ли? Ну, тут точно надо открывать. О, как я люблю такие сюрпризы. Кто-то нам круглый попался. Апельсин, что ли? Ну, кто же? Так. Нам попалась помидорка, что ли? Что-то у меня тут такой золотой значок какой-то красивый. Металлический. Прям как золотой. Помидорка очень такая. Милашка. Будет теперь у нас в банке с кукурузой жить. И нам попалась самая первая из списка. Вот она, черри томат. Единственное, не могу понять, она у нас пятнистая, перламутровая или блестящая. Ну, точно не блестящая. Не пятнистая. Хотя у меня такой небольшой амбре присутствует. Немножко у меня тут макушка недоспела. Перламутровой тоже ее не назовешь. Как-то непонятно. Кто знает, напишите в комментариях. Сильно извиняюсь. А тут без вас почти сюрприз открыл. Но, честно говоря, вы многое бы не пропустили. Мы уже такую коробочку с вами открывали. Секретик радости ковбоя. У меня просто они есть. Поэтому, если бы не было, я бы, наверное, больше не стала покупать. Вот их уже 6 штук в коллекции. Конфета такая жевательная, лимонная. И сам ковбой с пистолетом нам какой-то попался. Такая вот коллекция нам вот этот в прошлый раз попадался. А теперь... Не вижу я здесь такого, кстати, который нам попался. С таким пистолетом, как у нас. Вот такой вот. С усиками. Как-то волосы мы только решили сзади. Может, он здесь просто лысый? Я думаю, мы просто их не нарисовали. Не прорисовали, точнее. Зато пистолет прям, гляньте. Серебряный. Ну, качество такое. Такое себе, конечно. Он полностью такой вот. Мягкий пластик. Ну, получается, вот этот попался. Но они его решили немножко по-другому раскрасить. Немножко Чаплина мне напоминает с усиками с этими. За цену забыла сказать. Стоил он около что-то 70 рублей, по-моему. А Шопкинс около 90 рублей со скидкой. А следующий мы откроем новогодний киндер-сюрприз. Да, новогодний. Мы, кстати, не дособирали коллекцию. Нам одной игрушки не хватает. Эльфа. Вот, может быть, нам везет. Нет, нам олень попался. На санях. Девочка. Вот такой вот олень. И вот такой вот олень на санях получился. С ветерком летит. Очки горнолыжные одел. Шарф, видите, красный развивается. И это не просто игрушка. Это еще можно зажимать бумажечку, чтобы елочка оставалась на бумажечке. Игрушку можно подвесить. Ну, как украшение елочное. Или как брелок. Хорошего качества игрушки. Следующую откроем. Загадочную бочку. Бочка очень даже неплохо выглядит. А вот упаковка в виде скотча. Вокруг. Крайне странно. И здесь вроде бы, судя по тому, что тут написано. А написано здесь динозавр в бочке. Ну, посмотрим, динозавр там или кто нам попадется. Вот этот даже, правда, вообще не помню даже приблизительно, сколько он стоит. Потому что мы его очень-очень давно покупали. Непонятно, почему, конечно, здесь скотч присутствует. Так, открываем бочку. Ух ты. И кто там? Ничего себе, такая расцветка прикольная. Так, что у нас тут хвост отвалился. Вот такой вот тут динозавр. Такой красочный. Лапы у него подвижные. Это третератопс, по-моему. Глаза, правда, красные. Как будто бы он в оборотни превращается. Ой, голова даже у него подвижная. Ну, он точно недорогой. Это сюрприз, это сто процентов. Поэтому очень даже и ничего. Но я больше их не встречала. Тут такие сюрпризы. То есть два, три, четыре, три, четыре. Следующий сюрприз в пакетике Амонгус фигурка брелок. Вторая серия. Эти сюрпризики из КБ. 16 героев коллекции. Это лицензия, что на удивление. Для лицензии цена очень приемлемая. По-моему, 150-160 рублей. Вот игрушка, это вкладыш есть. Такие вот они тут хорошенькие. Хочу вот такого. А вот вся коллекция. А, вот этот вот пилот, он редкий. Но она... О! Она в каком-то колпаке попался. Такое ощущение, что, знаете, как от пижамы колпак. Только пижамы самой нет. Розовенький. Такое тут металлическое крепление. И он, если убрать, вот эту штучку, крепить, если кто хочет сделать коллекционную, просто как коллекционные игрушки собирать, он устойчиво стоит. И качество, как видите, прям отлично за эти деньги. Ну, такие же сюрпризы продаются в детском мире по 500 рублей. По-моему, просто там они не без брелков. А коллекция такая же. Следующий сюрприз откроем. Это относительная новинка от Confitrade. Человек-паук. Здесь обещают буклет с заданием, наклейки и большую игрушку. Ну, конечно, важна игрушка. Вот такие тут наклейки классные. Вот зачем его сделали здесь, если его в коллекции даже нету. Причем везде нету в коллекции. Ни в одной коллекции его нету у Confitrade. Но зато наклейку с ним сделали. Не могу вспомнить, как его звать. Представляете, я фильмы все смотрела с ним, но не могу вспомнить. Такой с юмором фильмец. Смотрим. Сюрприз. Кто тут нам попался? Нам попался Человек-паук. Стандартный Человек-паук, я бы так сказала. Вот она вся коллекция. Получился вот такой Человек-паук. Стоит он на каком-то бетонном, неровном полу. Паутину, видимо, делает. Видите, у него приготовлена рука. Никак не доделает. Большой город позади него. Диорамка из картона. Цена вопрос такой игрушки 250 рублей. Давайте буклет с заданиями посмотрим. В общем, что-то мне напоминает. С примеров начинается. Похож прям как с единорожкой. Но все равно здорово, что задание есть. Помимо того, что это раскраска. Вспомнила Веном его звать. И последний на сегодня сюрприз. I love V-Pets кошки. И нашу кису немножко видать через окошко. Кто нам попадется. Это относительно новинка. Последняя коллекция, в принципе, V-Pets. Ну, не последняя, будем говорить крайняя. Будем надеяться, что у них еще будут коллекции. Потому что они нам очень нравятся. Здесь такая блестящая глиттерная голова кисы. С ошейником. И вот здесь вот есть кнопочка, на которую нажимаешь. И там подсвечивается киса неоном. Сейчас мы с вами это посмотрим. Интригует, согласитесь? Так, здесь более 10 сюрпризов. И вот что еще нам тут может попасться. Или вот это. Вот она вся тут коллекция. Мы сейчас это на бумажечке посмотрим, на вкладыше. Открываем. Во, почти получилось. Гербань. Кнопка у нас теперь превратилась в желтую. И окошко у нас полностью желтое. Нужно тоже посмотреть, как оно светится. Что тут сзади? А сзади у нас хвост кошки. Вот теперь я понимаю, в форме чего. Это силуэт кошки, когда кошечка сидит. Получается так. Здесь сердечко. Такое вот оно, как будто драгоценное место, где открывается упаковка. Давай, давай, дочь, помогай маме. Так, что у нас тут появилось? Ой, какая прелесть. Вы посмотрите, разные мисочки. Да, мисочки блестящие. Гляньте, красное, зеленое блестящее. Классно. Так, тут у нас сюрпризы спрятаны. Дверца отвалилась от шкафчика. Тут у нас вкладыш. Что-то у нас она какая-то лохматая. Киса. Корова тебя что ли языком лизнула? Тут тоже сюрпризик. Присоска. Вот как она. Она просто снимается, вынимается. Ободок. Тут штучка какая-то, какой-то камушек. Желтый, драгоценный. А, он, наверное, в ободок вставляется. Во, драгоценный камень какой. В бантике. Так, теперь нам что нужно? О, очки у нее какие интересные. Гляньте. Круглые в форме ступенек. Линза. Точнее, я права. Тут она что? А, она под резинкой. Вот. Смотрим вкладыш. Это то, что нам должно попасться здесь. Как прически делать нашей киске. Вот она, красотка. Звать ее Электро. Электро, значит, нам попалась. Ну да, она, кстати, тоже. Видите, у нее... А, у нее неровная челка. Но она все равно какая-то торчащая. Она неровная. Но я думаю, она выпрямится. Это не проблема. С обратной стороны. Виды... Виды причесок. А, вот какие кисы бывают в коллекции. Вот наша Электро. Ну, коллекция еще не вся вышла. Три кошечки всего есть в продаже. И то только в Америке. У нас на платформах даже они еще не продаются, к сожалению. Давайте посмотрим, что у нас в пакетике спрятали. Дочь открывает. А я буду кисой заниматься. Мне тоже надо как-то открепить. Ой, сколько у тебя тут. Ой, какие резиночки классные, слушайте. Прям как настоящие. Хорошие, качественные резинки. Киса наша волоса теряет. Линька началась весеннее. Так. Ух ты. И тут прям шестеренка какая-то. Интересно, для чего она. Садись. Еще тут блестки. Ух ты, блестки. Угу. Главное, для вас класс. Вот тут какая-то стука. Гель, наверное, чтобы челку нам на место вернуть. Непонятно, для чего это штука. Может, они потом, кисы между собой как-то соединяются. И это часть чего-то, пазл какой-то. Может быть так. Кресло у него классное, полупрозрачное, такой зеленое, с блестками, с ушками. Гляньте, сколько резинок. Три такие сиреневые, три желтые. С камушками, такие как драгоценные камушки. Желтые, розовые. Блестяшки. И это, видимо, гель, чтобы нам прядки блестящие делать для волос. Еще один пакетик у нас остался. Ну, что там? Ух ты! Это на голову точно, наверное. Антенки. Усики, как у бабочки. Такая интересная пиксельная расческа. У нас же она электро. Прозрачные резиночки. О, да. Ошейник тоже с камнем. Интересно, как он вот так одевается или вот так? Именно вот так. Давайте тогда ее на присоску посадим. Кресло ее. Так. Присоска, конечно, она прям сильно крепко держит. На полностью плоской поверхности. От стекла вообще очень сложно отодрать ее даже. Ну, киса, иди сюда. Гляньте, какая она классная. Ну, у нас получается почти беленькая киса. Гляньте, тут у нее даже нарисованные есть волосюшки. Глаза у нее разные. Красивая очень. Девочка, давайте ее размотаем. Она у нас просто сидит. Не на попке. Знаете, есть у них лапки по бокам. Голова поворачивается. Снимаем бумажечку. Вау, какими волосами. Круче всего, конечно, волосы, когда прямые. Это я уже поняла. Они дольше сохраняют свой вид, они не пушатся. Ааа, какой милый хвостик. Гляньте, коричневый с черной полоской. Тоже можно им повилять немножко. Ну да, она получается белая киска. Хотя у нее мордочка получается еще белее, чем она сама. Вся она такая в пикселях. И у нее макияж в пикселях. Глазки у нее стеклянные, реснички нарисованы. Конечно, вот этой вот граблей они предлагают расчесать такие длинные волосы густые. Они серьезно? У нашей кисы еще и ушки разного цвета. Давайте ее наряжать. Вот так вот наша электро преобразилась. Глазки немножко видно, конечно, в очках. Но без очков, посмотрите, гораздо круче. Заплели мы ей косичку. Волосы мягкие, блестящие, трехцветные. Ну, как положено, у кошки три цвета. И благодаря ободку у нее выпрямилась челка. Вот это вот штучка для создания хвостиков. Сюда вот хвостики пропускаются. Давайте теперь с помощью геля и блесток украсим ее щелочку. Так, пахнет спиртом. Значит, это дело должно высохнуть быстро. Вместе с блестками, наверное, чтобы блестки держались. Посыпаем челку. Теперь у нее челка блестит, как драгоценный камень. Вот такие игрушки нам сегодня попались. Больше всего мне понравились электро, аммонгус, браслет и помидорка. А тебе, кто понравился больше всего, напиши в комментариях. Если понравилось открывать с нами сюрпризы, поддержи лайком. И подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!